Субтитры сделал DimaTorzok Хотелось побывать там в качестве участника И я уверена, что это обязательно произойдет Я решила немножко подготовиться к своей поездке И поэтому зашла на сайт формулы рукоделия В раздел участники выставки Чтобы ознакомиться со всем списком участников Которые там будут Чтобы сразу знать, куда идти и что смотреть Всех интересных мне участников я выписала себе в блокнотик Сделала такую небольшую шпаргалочку И мысленно разделила их на три категории Это интернет-магазины Ко второй категории я отнесла Производители наборов для вышивания И также авторские схемы и разработки Которые тоже будут на выставке И в третью категорию я отнесла Все прочее Что как-то косвенно касается вышивки Это аксессуары для рукоделия Это станки, пяльцы, рамы Багетные мастерские, книги И тому подобное Первое, куда я отправлюсь Это, конечно же, к производителям наборов Конечно же, конечно же Я схожу и посмотрю на всех именитых производителей Таких как Риоли, Спанна, Алиса Сделать своими руками Тем более, они мои земляки Обязательно к ним схожу Кроме того, Нитекс, Овен, Эра Студия И прочие-прочие-прочие Которые там будут Но особое внимание я уделю РТО, Марии Искусницы И Золотым Ручкам Потому что они самые классные, на мой взгляд И очень хочу на них посмотреть Конечно же, кроме известных производителей Там будут и стенды с авторскими схемами Стенд, который называется Лавочка Фундучка Я ни разу не слышала это название Но меня очень привлекло Описание, которое было на сайте формулы рукоделия Напротив этого названия Я вам прочитаю Производство наборов для вышивки крестом По схемам, имитирующим живописные полотна Большие, многоцветные, сложные работы Для продвинутых вышивальщиц На самом деле, очень интересно посмотреть Что там за живописные полотна Такой русский хаед, видимо Идем дальше Кроме этого, там, конечно же, будут интернет-магазины И назову вам несколько интернет-магазинов Которые меня очень заинтересовали И куда я обязательно схожу Одно из названий, которое привлекло мое внимание Боне Чанс Или Боне Чанс В описании указано, что это интернет-магазин Элитных товаров для вышивки и рукоделия Из города Санкт-Петербурга Элитные товары Надо обязательно сходить и посмотреть Что относится к этой категории Потому что мне интересно Еще один интересный интернет-магазин Называется «Повышиваем» Я об этом магазине тоже ничего не слышала Но зайдя на их сайт Мне стало ясно, что у них есть своя специализация У них представлен большой ассортимент Продукции парижских вышивальщиц и сажу Кроме этого, там, конечно, представлено Много других интернет-магазинов Которые особо не отличаются ассортиментом Друг от друга Да и названием особо не запоминаются Но я все равно туда загляну Мне же интересно Конечно же, отдельным пунктом моей прогулки По формуле рукоделия станут багетные мастерские Интересный факт Когда я листала список участников Он там, кстати говоря, сортирован сначала по латинице Потом по кириллице Дойдя до русской буквы А Я поняла весь креатив наших русских названий Ну, правда, мне стало смешно Когда я прочитала подряд сразу несколько названий С использованием слова арт Вот, например Артрама Артклассик Артпин Артсул Артсаквояж Арткураж Артвойлок Нет, ну это же правда забавно Ну и, конечно же, я загляну на стенды Связанные с аксессуарами для рукоделия Это стенд Гаммы, Геллы, Сереги Мастера Стенд Пяльцы Рамки Интересное название, правда И очень говорящее Я люблю такие правдивые названия И стенд Дубко Все, вот такие у меня планы на формулу рукоделия Конечно же, главная цель моей поездки Это хорошее настроение Вдохновение Идеи Какие-то новые интересные для меня мысли Красивые места И новые люди Новые знакомства Если вдруг вы хотите увидеть меня вживую Познакомиться со мной лично Мы можем с вами скайперироваться Если вы напишите мне ВКонтакте В личное сообщение Либо напишите сообщение в группе Все ссылки есть внизу Либо просто можете случайно наткнуться на меня в субботу На формуле рукоделия Так как я планирую там быть довольно долго Ну все, желаю вам хорошего настроения Несмотря на пасмурную погоду за окном Всего хорошего И до скорой встречи Так, ладно Я начинаю нести какую-то ерунду